Шведская компания Volvo представляет свой новый электрический кроссовер EX90. Он станет самой мощной, дорогой и безопасной моделью бренда. К 2030 году Volvo перейдёт на производство полностью электрических машин. В компании называют новый кроссовер флагманом будущей электрической линейки. «Не стоит забывать и о другой особенности автомобиля. Доля переработанных материалов в нём больше, чем в каком-либо другом Volvo. Он на 15% состоит из переработанного пластика, на 15% – из переработанной стали и почти на 25% – из переработанного алюминия». Семиместный кроссовер оснащён двумя электромоторами, суммарная мощность которых – 408 либо 517 лошадиных сил в зависимости от модификации. Максимальная скорость – 180 км в час. Запас хода – 585 км. Зарядить батарею с 10 до 80% можно за полчаса. Кроме того, флагман оснащён системой двунаправленной передачи энергии. То есть от машины можно запитать другой электрокар или электроприборы в собственном доме. Следить за ситуацией на дороге помогают лидар, 8 камер, 5 радаров и 16 ультразвуковых сенсоров. Также есть камеры и инфракрасный датчик в салоне, которые наблюдают за водителем. Если тот заснёт, автомобиль подаёт сигнал. Если человек за рулём не отреагирует, то машина остановится и свяжется с экстренными службами. В компании говорят, что высокотехнологичное оборудование на 20% снизит количество серьёзных аварий по сравнению с XC90. Также в салоне установлены радары, которые определяют, не остались ли сзади дети или домашние животные. В случае необходимости система предупреждает водителя, когда тот покидает машину. Электрический флагман сохранил узнаваемую внешность. Для этого бренда автомобиль выглядит футуристично, но ещё много осталось от Volvo и его предшественника XC90. Так что нет радикальных перемен, которые могут оттолкнуть покупателей. И это умный ход. Кроссовер будут выпускать на заводах в США и Китае. В Америке он будет стоить примерно 80 тысяч долларов, в Европе – 105 тысяч евро. Продажи стартуют в начале 2024 года. А выводы делаете вы сами.